Так, ну, немножечко расскажу о нашем проекте. Это проект образовался в 2014 году. Мы его сначала позиционировали по робототехнике, по чистой, хотели продолжать нашу наработку. Может быть, кто не слышал о проекте Робо? Кто слышал? Не слышали? Scratchduin до этого назывался. Вот, потому что когда мы с женой ушли из той команды, мы в 2014 году организовали новую команду и запустили новый проект. Но в результате так получилось, что мы вышли на настольные игры и в настоящий момент двигаемся в этом направлении. И сейчас я расскажу, почему настольные игры являются таким хорошим способом увлечения детей робототехникой, программированием и не другими STEM-науками, но и вообще, в принципе, любыми науками. Всегда есть предубеждение перед настольными играми. Все говорят, это все устарело, это не нужно. Зачем это? Есть компьютерные вещи, есть тут же среды программирования онлайновые, есть живые роботы-конструкторы. Их огромное количество борются все друг с другом, не знают, кто что выбрать и так далее. А настольные игры — это баловство. Почему в России такое мнение сложилось, я не понимаю, но я вижу, идет ренессанс настольных игр в развлекательном секторе, в масс-секторе. Сейчас количество переводов, количество локализации растет экспоненциально, в магазинах количество настольных игр тоже растет. И образовательное направление — это та часть, которая за рубежом развивается и успешно развивается, причем развивается с семимильными шагами. А в России у нас пока такие робкие шаги делаются. В России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, нужна методика, все учителя говорят, нужна, дайте нам методику, дайте нам что преподавать и так далее. Родители хотят, и мы хотим научить детей, нам надо учить на что-то, мы хотим купить какую-то игру, мы дадим ее ребенку, он будет играть, он научится. А с другой стороны, боятся, ну это баловство, купим мы игру, он ничего с ней не будет делать, он ее закинет. Покупали мы там игру, там учиться считать или еще что-то. Мы с ним играть не можем, и получается, что настольная игра очень многими родителями воспринимается как какая-то развлекательная составляющая. Учебные игры, родители боятся учебных игр по одной простой причине, что они считают, что придется им с ребенком сидеть и учиться, потому что ребенок сам не разберется. А преподаватели настольные игры может быть не знают, потому что когда я сам начинал вот эти свои проекты, мы преподавателей опрашивали, вот кто из вас настольные игры использует? Используете, да? А какие? А какие? Чтобы сориентироваться. Самые такие интересные, это Монополия, Уна, потом различные игры, связанные со счетом, тоже карточные, то есть, надо там что-то считать. Ну, то есть, называется базовый, базовый вводный уровень, то есть... По большому счету, такие игровые, развлекательные, чтобы можно было время занять. То есть, получается, что большая часть преподавателей воспринимает настольные игры, вот правильно ответили, занять детям время между занятиями, между какими-то действиями. От компьютера отвлечь или еще что-то, снизить у них активность двигательную, бегательную, чтобы не разнесли там на курсах что-нибудь. И вот именно образовательного направления, познавательного направления настольные игры, их на самом деле в России не так уж и много, потому что, если вы посмотрите, что продается, вот такого глубокого содержания его нету. А может, есть. Я вот яркий пример только, ну, у меня одна наша игра, а остальные игры, которые уже существуют. Ну, Роборали — это классика жанра, это та игра, которая вывела преподавание, саму алгоритмику в настольные игры привела, ее не переплюнуть. Это самая крутая игра, которая есть. Но возраст 12+, за умные правила, в которые даже я там сижу, долго вникаю, и огромное игровое действие, большое время нужное на выполнение всех ходов и просчета всех вариантов, ее для детей как бы немножко отодвигают в сторону. Ну, из новых локализаций — Прогеры, наша битва големов, Микромир, который учит биологии, и Марс Химпром, который учит химии. Про Микромир и Марс Химпром слышали? Тоже не слышали, да? Это только такая капля в море, которая существует, и если глубоко поискать, игры есть. Но, как говорится, обо них просто не знают. Поэтому что творится за рубежом? За рубежом игр еще больше. Только сейчас на Kickstarter только по программированию собирается три игры. Две из Индии, одна из США. Это вот только по одному направлению. А по другим направлениям там постоянно-постоянно выходят игры. Почему настольные игры интересны? И что надо сделать, чтобы увлечь преподавателя настольными играми? Основная проблема игры, которой все сталкиваются, это ее конечности. То есть, если игра выполняет какие-то определенные действия короткие, она не будет интересна. То же самое, что с компьютерными играми. То есть, компьютерная игра, если какой-то курс прошли, если у вас не какой-то обучающий курс, где дети друг за другом по несколько часов занимаются, и повтор идет многократный, то игра становится неинтересной. То есть, нужен игровая вселенная. Вот в части STEM, когда мы начинали разработку, мы придумали такую игровую вселенную королевства Кибертании. Придумали роботов-големов, которые заложили множество направлений. Вот, если можете посмотреть, это такой чертеж. То есть, тут сейчас у нас одна игра на программирование сделана, а в дальнейшем мы хотим сделать еще две игры, это только на этот год. Они, точнее, уже сделаны, они дорабатываются. Это на механику и на электрику. Вот, казалось бы, да, настольные игры – механика, настольные игры – электрика, но это тоже возможно, и об этом можно долго рассказывать. Как увлечь детей? Теперь вернемся к самому принципу. Мы столкнулись с тем, я сам родитель, у меня сыну, когда было 7-8 лет, мы столкнулись с тем, что он плохо стал понимать принципы алгоритмики исполнителей. Я и начал ему объяснять на таких простых действиях. То есть, простые команды, построения, движения и так далее. Может быть, слышали о игре роботуртлес? Это вариация черепашки. Но черепашку все знаете. Стандартное лого черепашку – это базовые вещи, которые изучаются. Может быть, помните роботландию, страну, где куча была исполнителей, кукарачи и так далее. И вот, соединив мои ностальгические детские воспоминания с современными методиками, мы придумали игру на программирование и робототехнику. То есть, тут даже, мне кажется, из картинки все понятно, что получается. То есть, есть базовый набор команд. Причем, мы постарались заложить стандартный принцип построения датафлоу, то есть, блок схемы заложить в игру. И заложили условия, заложили ветвления. В новых версиях программы добавили и так далее. И эту игру обернули в развлекательную стратегию. То есть, в эту игру играют взрослые. Мы перешли к принципу, что игра должна не учить, а игра должна подсознательно учить. Ребенок читает правила. По сути дела, правило – это тот же учебник. Причем, самое смешное, что дети читают правила и объясняют взрослым. Ребенок начинает играть. Он не знает информатику. В школе ее нет, скорее всего. У многих в начальной классе информатики нет. Он не знает, что такое исполнители. Он не знает, что такое двигать роботов, как команды, что такое условия и так далее. Дети разбираются в игре за несколько раундов. У них это откладывается. Потом, когда они доходят до информатики на первом, в пятом, в шестом классе или в каком, может, раньше, в втором, в третьем, у кого как повезет, они сразу – о, мы же это все учили. И получается, что дети подсознательно уже изучили какие-то основы базовые. То есть, они изучили, что такое, как двигается робот. Изучили пространственную ориентацию. Изучили, как может командовать, что робот может поворачиваться на месте. То есть, кто потом переходит к конструированию роботов, это базовый принцип. Как ребенку объяснить, почему робот должен на месте повернуться на клетке? Они полностью… Как сориентировать у детей современных плохо пространственную ориентацию многих? А здесь нужно вручную это двигать, и у них это тоже откладывается. Они начинают изучать основные алгоритмические конструкции. Потом они легко переходят к языкам программирования. То есть, игра, получается, вводит. Мы не ставили задачу, что игра должна учить на 100%. Она должна ввести, проявить интерес. Причем, игру можно дать ребенку одному. Там есть режим ботов, есть режим самостоятельного работы. То есть, ребенок может играть с компьютерными соперниками, у которых есть такой, какой-никакой, но простой интеллект. Базовый на кубике, потом карты команд дополнительных. И у ребенка складывается определенный набор знаний. Далее эту игру можно использовать в школе. У нас есть успешные примеры использования. Может быть, слышали такого преподавателя Анатолия Шперха. Он достаточно известен. Он ее использует у себя в Санкт-Петербурге. Также игру эту используют в Зеленограде, используют для преподавания в Санкт-Петербурге в двух клубах. Зеленограде, если не ошибаюсь, в Саратове и еще в других городах. Дают как раз на промежутке, чтобы дети поиграли, чтобы они занялись чем-то между конструированием и так далее. Чем хороша настольная игра отлично от компьютерной? Она масштабируется. Масштабируется добавлением элементов. Компьютерная вам это не позволит сделать. Там все заложено намертво. Что заложил программист, вы сами ничего не можете изменить. Она адаптируется к возрасту. Но, опять же, вы можете брать какие-то конкретные элементы, можете брать полностью ее, все уровень правил, можете какой-то маленький кусочек взять и адаптировать к конкретному возрасту. Игра бесконечно расширяется. Вот эти два расширения, которые мы бесплатно выложим в ближайшее время, придуманы преподавателями. Симметричное управление и рикошет. Нам постоянно сейчас пишут и говорят, а давайте вот это сделаем, а давайте вот это сделаем, а вот это можно там добавить, а вот тут что-то надо переделать. Мы прислушиваемся и большую часть просто красиво оформляем и выкладываем в качестве методики. У нас завтра, если на мастер-класс придете, надеюсь, ко мне, я вам покажу, например, как в настольную игру изучать компьютерную безопасность. Это одно из расширений. Можете просто зайти к нам на сайт. Пока у нас, скажу так, одна игра «Битва големов», которую мы выпустили в прошлом году, но еще достаточно маленький, только-только запустились. Ее разобрали моментально, у нас тираж 350 штук разошелся за полгода, даже быстрее. Сейчас мы второе издание готовим, но у нас на сайте есть бесплатные версии. И мы рады, если вы их просто скачаете, распечатаете и поиграете. То есть у нас сейчас там две игры. Одна игра у меня с собой тоже покажу завтра. У меня с собой две игры. У меня с собой «Битва големов» и вторая маленькое дополнение к ней. И вот завтра я это все расскажу, покажу. Можете ко мне сейчас подойти, могу показать. Ну и заходите к нам в соцсети. Тоже здесь все очень просто. Там все написано. Спасибо, Александр Сергеевич. Вопросы? Активнее, пожалуйста. У меня вот следующий вопрос. Скажите, а вот ваш набор, как понять, что он именно развивает робототехническое направление знаний, а, например, не только информатику? Ну, опять же, мы заложили туда два принципа, которые нужны в робототехнике, которые встречаются при первичном программировании. Это движение, программирование движений и действий. То есть координатная сетка, направление, основные команды, позиционирование. И заложили принцип работы с датчиками. То есть условия, которые есть, они подразумевают взаимодействие с текущей ситуацией на поле. С противниками. И это все ребенок должен просчитывать вся в голове. И впоследствии, когда он переходит в программирование даже самого простейшего робота, он уже начинает понимать, что через три шага произойдет то-то. Причем он должен это просчитывать, учитывая действия соперника. Спасибо большое. То есть на таком простейшем уровне, но это уже вводит в робототехнику. Еще вопросы? Есть вопросы. Здравствуйте. То есть это парная игра, да, получается? Да, четверых человек. А, максимум для четверых. Да, четверых максимум. Ну, больше четырех там, представьте себе одновременность действий при просчитывании даже четырех команд. То есть все игроки, когда выкладывают программу, они открывают по строчке одновременно и выполняют действия одновременно. То есть они на поле должны это все просчитать. Спасибо. Одному тоже можно играть. Вот. От одного до четырех. Еще вопросы? Спасибо вам большое.